Прежде чем перейти к 10 главе, я хотел бы напомнить вам, насколько важно сопоставлять и проводить связь между главами, вспоминать, что было в каждой из глав, первая глава. Иисус дает последнее поручение ученикам, апостолам, в восьмом стихе Он рисует план Деяния апостолов, Иерусалим, Иудея, Самарии до края земли. Здесь же происходит вознесение Господа Иисуса Христа и вместо Иуды Матфей. Вторая глава, пожалуй, самая важная глава Деяния апостолов. Здесь перед нами великое чудо схождения Святого Духа в день Пятидесятницы, когда христиане исполняются Святым Духом, когда христиане начинают говорить на языках, которых никогда не учили, и их понимают, носители этих языков. Таким образом происходит чудесное благовестие. Третья глава, исцеление расслабленного и великий страх, великие споры в Иерусалиме по этому поводу. Четвертая глава, начало преследования, начало гонений. Пятая глава, великое внутреннее испытание Церкви через лицемерие Анании и Сапфиры, солгавших Святому Духу. В суде, через суд моментальной смерти. Шестая глава, избрание семи, избрание первых диаконов, хотя они в тексте не называются диаконами. Самый важный из них, пожалуй, Стефан и Филипп, которые еще будут играть драматичную роль в Священном Писании. Очень важно, чтобы не идеализировать Иерусалимскую Церковь. Мы порой думаем, вот Иерусалимская Церковь была совершенной, и наша Церковь сегодня не такие. Нет, нет, не была она совершенной Церковью. Мы знаем, что Священное Писание истинно, потому что Священное Писание свободно рассказывает о проступках и о плохих делах героев своих. Например, о грех Авраама в 12 главе Бытия, грех Авраама в 20 главе Бытия, грех Давида с Версавией, но это величайшие герои веры. И все же Священное Писание верно рассказывает, достоверно рассказывает и об их грехах, показывая, что Священное Писание не рисует все в розовом свете. Священное Писание не переполняется ненужным оптимизмом. Священное Писание говорит правду о том, кто мы такие и какова Церковь Христова. В пятой главе мы узнаем, что в Церкви два лжеца, два лицемера, два человека, которые утверждают, что все отдали Богу, хотя этого и не делали. В шестой главе перед нами женщины, которые должны были быть самыми благочестивыми в Церкви. Вдовы, пожилые вдовы, которые начинают друг с другом ссориться. Одна группа говорит, вот нас обделили. И вот этот вопрос решается через поставление семи людей, которых называют диаконами. В седьмой главе перед нами Великая проповедь и мученичество Стефана, одного из первых диаконов и первого мученика. Он проповедует длинную подробную проповедь, обвиняя своих обвинителей. Они обвиняют его, он обвиняет их, и они убивают его, они совершают убийство. И в первый раз говорится об этом неизвестном еще человеке, об этом фарисеи, об этом гонителе по имени Савву. В восьмой главе преследование заставляет христиан покинуть Иерусалим. Они переселяются в Самарию, происходит географический переход в книге Деяний. Филипп совершает чудеса и знамени. Затем Священное Писание сосредотачивается на одном человеке. Возможно, чернокожим человек, африканце, эфиоплянине, представителе Великой Царицы. А и Филипп входит в его крестницу как посланник Великого Царя. Он носитель сокровищ Эфиопской Царицы. Филипп несет ему сокровища Царя Царей Всевышнего Бога, Господа Иисуса Христа. Мы видим его обращение, мы видим его крещение. Все это в восьмой главе. Он отправляется домой, в своей колеснице, отправляется в Африку. Девятая глава, пожалуй, вторая по важности глава в книге Деяний Апостолов, потому что в этой главе перед нами рассказ о драматичном покаянии. Человека, который покаялся через личную встречу лицом к лицу с Иисусом Христом на пути в Дамаск. Человека, который был когда-то величайшим врагом церкви, гонителем церкви, а стал одним из величайших героев церкви, Савлой Старса, ставшего верующим человеком на пути в Дамаск. Он становится свидетелем, он ведет споры в синагоге, он доказывает из Священного Писания, что Иисус — это Христос, Мессия, Сын Божий. Вот мы с вами сколько уже прошли в Деяний Апостолов. И мы пришли к 10 главе. И в 10 главе перед нами язычник по имени Корнилий. Вчера я уже говорил вот о чем. Одно из величайших доказательств подлинности и достоверности христианства, одно из величайших доказательств подлинности Евангелия — это то, насколько Евангелие, Слово Божие, способно изменять нас, делать нас другими, дать нам силу, чтобы отложить предрассудки. Один из серьезнейших предрассудков мира — это расовый, национальный предрассудок. Предрассудок о том, что наша нация, наша страна, наша раса — самая лучшая, самая великая, самая выдающаяся, а все остальные нам в подметки не годятся. В английском языке у нас есть слово «патриотизм», и патриотизм от слова, латинского слова, означающего «отец». Патриотизм — это хорошо, это здорово, это великолепно, это правильно. Патриотизм — это когда я люблю мою страну, потому что это моя страна. И это здорово, это хорошо, это правильно. Это нужно поддерживать и поощрять. Нам нужно любить нашу страну, потому что это наша страна. Точно так же, как мы любим свою семью, потому что это наша семья. Ведь страна — это только некая общность семей. Есть еще одно слово. Это слово «национализм». Это отвратительное слово. Ужасное слово. Ужасное понятие. Именно национализму необходимо сопротивляться. Так в чем же разница? Патриотизм говорит «я люблю свою страну, потому что это моя страна». Национализм говорит «я ненавижу твою страну, потому что это не моя страна». И вот это страшное заблуждение. Если мы становимся националистами, то нам необходимо покаяться. Возможно, величайшая христианская страна мира — это Южная Корея. Там самые усердные христиане. Там самые лучшие молитвенники. Там самые динамичные миссионеры. Поразительные вещи совершает Господь в Южной Корее. Не в Америке, не в Западной Европе. Западная Европа — постхристианские страны. А Америка становится постхристианской страной. А вот Южная Корея. Я как-то был в Южной Корее, провел там 11 дней. Я беседовал там с одной очень благочестивой сестрой. Она дьякон церкви. Она выступала, проповедовала на конференции, на которые я приехал. Это было очень давно, в 1984 году. И я стал спрашивать ее о миссиях в Восточной Азии. Я задал ей вопрос о Китае. Я задал ей вопрос о Японии. Когда я ее спросил про Японию, она сказала, ой, мы их ненавидим. И меня это поразило, поразило. Такая маленькая, хрупкая сестренка. Пламенная христианка при этом. Но как только я сказал про Японию, Япония ведь в свое время вторглась в Корею. И занимала, занимала Корею. Окупировала Корею на протяжении 300 лет. 300 лет. Вот эта корейская христианка вдруг проявила свой корейский национализм. И она сказала, ой, мы ненавидим их. Я много бывал в Восточной Европе еще в советские времена, до падения железного занавеса. Я был в самых разных странах. И самое большое, самое сильное впечатление в смысле преданности Христу и знания Библии производила на меня Румыния. Румынские христиане были поразительны. Они немало страдали, экономика их была очень слаба, но они любили Господа. Однако я помню, как они, как-то я был в Румынии, я общался с румынами, и мы заговорили о Трансильвании. После Первой мировой войны Трансильванию забрали у Венгрии, потом отдали Румынии. И когда я сказал про Трансильванию, эти благочестивые христиане, румыны, вдруг стали националистами. Они стали говорить всякие оскорбительные вещи о Венгрии. Я в восторге, я восхищаюсь корейскими христианами, я восхищаюсь румынскими христианами. Однако я понял, сколь силен национализм. Я понял, как тяжело изжить из себя, искоренить его. А ему нужно сопротивляться, ему нужно противостоять. Любой национализм. И со стороны южных корейцев, и со стороны румынов, и с нашей стороны. Любой национализм ничего не стоит по сравнению с тем, как иудеи относились к язычникам. Иудеи считали язычников псами, животными. Которые недостойны чести находиться в присутствии иудеев. Которые недостойны вкушать пищу вместе с иудеями. Которые недостойны общаться с иудеями. Необходимо проникнуться идеями первого века для того, чтобы понять, что происходит в 10 главе Деяния апостолов. Несколько лет назад в Израиле произошел такой инцидент. Стоял охранник, солдат в мечети в Иерусалиме. И охранял мечеть. В то время там поклонялись мусульмане. Этого человека звали Барук Гольштейн. И он направил пулемет на мусульман, которые были в мечети. И пустил очередь. Нескольких из них он убил. Потом его схватили и побили. Мусульмане, которые решили отомстить. Было ужасное событие. Этот человек был фанатиком. Он ненавидел мусульман. И решил перебить их как можно больше. На похоронах этого человека. Равин, который также был фанатиком. Вместо того, чтобы извиниться. Вместо того, чтобы попросить прощения у мусульман. Начал оправдывать то, что совершил этот человек. Начал оправдывать его страшные убийства. В своем надгробном слове, на похоронах. Он сказал, что все арабы не достойны ногтя еврея. Все арабы не достойны одного ногтя еврея. Именно так рассуждали люди в первом веке. Именно так рассуждают и сейчас, когда преобладает национализм и фанатизм. Отношение к жизни того раввина-фанатика было очень похоже на то, как рассуждали евреи первого века. Именно такие предрассудки, именно такое отношение должен был преодолеть Святой Дух, для того, чтобы распространялась Евангелие. Именно это и происходит. Именно это и начинает происходить в 10 главе Деяния апостолов в истории Корнилия. 10 глава, 1 стих. Мы узнаем, что Корнилий был римским воином. Естественно, иудеи его еще больше за это ненавидели. Он был воином, сотником оккупационных римских войск. А римляне правили всем известным тогда миром, Палестиной, Израилем. За это их ненавидели. Мы узнаем, что он был смелым солдатом. Мы узнаем во втором стихе, что он был человеком благочестивым и боящимся Бога. Боящимся Богом. Когда читаешь Новый Завет, то быстро понимаешь, что есть люди, которые не называются иудеями, но не называются также и язычниками. Говорится о том, что это люди, боящиеся Бога. Это искатели. Это люди, которые пришли к убеждению, что истина в религии Израиля и что Бог еврейского почитания, поклонения, это и есть подлинный Бог. Эти люди еще не обратились. Эти люди еще не стали празелитами в иудаизм. Но интеллектуально они убеждены, что иудаизм несет в себе истина. И вот они исследуют. Они пытаются узнать как можно больше. Они идут по пути к покаянию. Именно об этих людях говорится как о боящихся Богу. Корнилий боялся Бога. И он участвовал по возможности, участвовал в религиозных празднествах иудеев и даже жертвовал деньги на религии иудеев. И мы читаем о том, что он всегда молился. Именно такому человеку приходит видение. Именно этот человек получает видение. Ему сказано, что Бог ответил на его молитвы. Ему сказано, пойди, найди Симона Петра. Пятый стих. Давайте задумаемся об этом на минуту. Мы с вами, когда размышляем просто по-человечески, по плоти, мы смотрим на окружающий мир, и нам очень трудно поверить, что люди, не слышавшие о Христе, идут к смерти, идут к вечному осуждению. Кажется, что эта мысль очень суровая. Нам трудно ее принять. Нам хочется сказать, ну смотрите, сколько вокруг хороших, порядочных людей. Сколько вокруг приличных, заслуживающих людей. Как это они будут осуждены? Иисус говорит об этих людях. В свое время в беседах по Евангелии об Иоанна мы размышляли с вами об этом. И в связи с Корнилием мы тоже можем об этом вспомнить. Перед нами вполне порядочный язычник. Перед нами язычник заслуживающий. Что же происходит? Он слышит Евангелие и обретает спасение. О таких людях говорит Иисус в Евангелии от Иоанна 3.21. «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге садиланы». Что говорит нам Иоанна 3.21? Иоанна 3.21 говорит, что «поступающий правильно, по правде, рано или поздно найдет Бога». Почему? Потому что реальность заключается в том, что Бог его уже нашел. Именно поэтому он и поступает по правде. Корнилий был именно таким человеком. Корнилию предстоит найти Бога, потому что Бог уже нашел Корнилия. Именно поэтому Корнилий был набожным, богобоязнен. Именно поэтому он раздавал милостынь. Именно поэтому он молился. Именно поэтому он боялся Бога. Именно поэтому его привлекала религия Израиля. Именно поэтому он поклонялся Господу. Запомните, пожалуйста, Иоанна 3, 21. И еще один стих, Иоанна 6, 45. Иоанна 6, 45. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Это слова Иисуса Христа. Иисус говорит таким образом, что всякий, кто по-настоящему знает Бога, придет ко Христу. Ну, можно сказать, ну, смотрите, сколько людей, которые поклоняются истинному Богу, но Христа не знают. На это я отвечу так. Если они поклоняются истинному Богу, то они обязательно узнают Христа, они найдут Христа, потому что Бог уже проявил к ним милость и благодать. Бог Отец никогда не открывается людям без того, чтобы открыть Сына Своего, Иисуса Христа. Нам сложно бывает в это поверить, но такова истина. Об этом говорит сам Христос. И эта истина подтверждается в нашем миссионерском опыте. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Корнилий был одним из этих людей. Еще одно место. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Иоанна, 7, 17 говорит, кто хочет створить волю Его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Иными словами, если есть человек, любой человек, который хочет совершать волю Божию, он узнает об учении Иисуса Христа. И он узнает, кто такой Христос, откуда у него власть, откуда у него авторитет. Вот таким человеком был Корнилий. Иоанна, 7, 17 фактически говорит о человеке, которого зовут Корнилий, о человеке, похожем на Корнилия. И последний стих в беседе с Пилатом в последний вечер земной жизни Иисуса Христа. Иоанна, 18, 37. Иоанна, 18, 37. И здесь написано, «Всякий, кто от истины слушает гласа моего, слушает гласа Иисуса Христа». Это слова Иисуса, обращенные к Пилату. «Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Если сложить эти стихи вместе, Иоанна 3, 21, Иоанна 6, 45, Иоанна 7, 17, Иоанна 8, 37, получается весьма существенная и значимая вещь. Получается нечто важное о тех людях в мире, которые еще не знают Евангелия, кто еще не слышал Евангелия. Корнилий был одним из этих людей. Корнилий шел к истине. Корнилий шел ко Христу. И Корнилию было видение. Бог удостоил его видения ангелов. Почему люди видят ангелов? Во-первых, я не уверен в том, что нам нужно стремиться к видениям. У Корнилий был особый случай. У нас сегодня немножко иначе. Если вы видите ангела, обычно это означает, что вам предстоит нечто очень и очень тяжелое. Иногда нам кажется, вот, Бог пошлет ангела, это чудо, это невозможно, это невероятно. Да, по-человечески это невероятно. Мы обычно не слышим ангелов, не видим ангелов, не говорим с ангелами. Если уж такое происходит, это означает, что мы получим очень и очень сложное задание. Обычно ангел говорит, не бойся. Ангел говорит, не бойся, не только потому, что он пугает своим видом, но потому, что он принесет весть, которая может испугать. Он говорит, не бойся. Например, мы узнаем, что Корнилий очень встревожился, он испугался. В четвертом стихе мы об этом узнаем. Он испугался и сказал, что Господи. А потом ему говорится, пойди и найди Петра. Интересное событие, не так ли? Ангел не рассказывает ему благую весть. Ангел просто говорит, с кем нужно побеседовать. Благую весть передаст ему человек. Евангелие расскажет, возвестит ему человек, а не ангел. Потому что это дело Бог поручил падшим несовершенным людям. Тем, кто спасен по благодати и омыт кровью Иисуса Христа. Труд этот не поручал Бог безгрешным святым ангелам. Он поручил его грешным людям, таким, как мы с вами. И вот происходит невозможное явление ангела. Ангел обычно является для того, чтобы предупредить человека о сложном задании, или объяснить то, что кажется невозможным. Или как предвестник чуда приходит ангел. Так происходит и в случае с Корнилием. Корнилий узнает, что Бог услышал молитвы его, что молитвы его были не напрасны. Но почему же именно Петр? Почему именно Петр должен играть такую важную роль? Помните, что мы с вами говорили о положении апостолов? Апостолы ведут распространение Евангелия. Евангелие распространяется через апостолов. Да, Филипп в 8 главе Деяния не был апостолом. Однако Филипп в 6 главе Деяния получил возложение рук апостольских. Значит, Филипп получил свою власть, свой авторитет от апостолов. Очевидно также, что когда самаряне стали приходить ко Христу, из Иерусалимской церкви в Самарию прислали Петра и Иоанна, для того, чтобы они, как апостолы, засвидетельствовали, что через самарян здесь и в самарянах здесь работает сам Бог. И здесь то же самое. Бог готов привести язычников в свое стадо. Бог готов распространить Евангелие, спасение во Иисусе Христе, на весь мир. Спасение не только для евреев. Спасение — это дар Божий для всего мира. И в тот самый момент Петр становится как бы привратником. Петр стоит у двери, не знаю, как в российском сознании. Но в английском сознании есть такое мифологическое представление о том, что когда мы придем в небеса, там у ворот будет сидеть Петр, привратник, ключник Петр, и будет пускать людей в небеса. Это, конечно, не так, но такой миф весьма распространен. Это искаженное истолкование истины о том, что Петр играет ключевую роль в распространении Евангелия. Кстати говоря, по поводу ключей. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. В Евангелии от Матфея Иисус первый раз говорит о церкви. И происходит весьма важный диалог с Петром. Евангелие от Матфея 16.19. Иисус говорит Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного». Иными словами, Бог использует Петра, чтобы засвидетельствовать о том, что пришло время язычникам войти в небеса. Бог через Петра будет определять, будет показывать, что пришло время, как, собственно говоря, и обещает Иисус в 16 главе Евангелия от Матфея. 10 глава Деяния апостолов – это исполнение того, что пророчествует Иисус о ключах в руках Петра, в 16 главе, в 19 стихе Евангелия от Матфея. Евангелие распространяется в Самаре, в 8 главе, и приходит Петр до края земли, 10 глава, и приходит Петр, призывается Петр. Когда Кармелия получает видение, видение это заключается в том, что иди и найди Петра. Он скажет тебе, что делать. Он скажет тебе, что будет дальше. Итак, этот авторитет дан Петру самим Иисусом Христом, Матфея, 16 глава. Этот авторитет предполагается в Деяниях апостолов. Именно Петр проповедует День Пятидесятницы во 2 главе Деяния апостолов. Именно Петр от лица христианской общины обращается к иудейским властям в 5 главе. Именно Петр подтверждает, что Евангелие действительно пришло к самарянам, что Дух Святой действительно пришел к самарянам, в 8 главе Деяния апостолов. И то же самое мы видим среди язычников в 10 главе. Авторитет этот, власть этот, не абсолютно. Иными словами, Петр не превращается в Папу, который решает быть так или иначе. Петр не превращается в источник власти. Петр оказывается лишь каналом для передачи, передатчиком власти. Нет, решение принимает не Петр. Решение принимает Бог. Но решения эти он объявляет, провозглашает через Петра. Мы видим, что и у Филиппа есть определенная роль. Филипп приходит к самарянам еще до Петра, в 8 главе Деяния апостолов. Так что не надо думать, что Бог работает только через Петра. Кроме того, если открыть 2 послание Петра, 1 глава, но, очевидно, здесь есть некий спор между христианами-протестантами и католиками. Спор о том, как передается власть Петра. Римско-католическая церковь, а, возможно, также и православная церковь, считают, что власть Петра, авторитет Петра, передается через возложение рук, через апостольскую преемственность. Но смотрите, во 2 послании Петра, 1 глава, Петр говорит о том, что ему скоро предстоит умереть. Он говорит о том, что авторитет, власть, передается через Священное Писание. И находясь при смерти, он говорит, во 2 послании Петра, в своем последнем послании, 1 глава, 13 стих, он говорит, «Я знаю, что мне предстоит умереть». И дальше он говорит о том, что все записал. В 15-м же стихе он говорит, «Чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память». Как? Через апостольскую преемственность? Нет. Через то, что записано. Через Священное Писание. И в следующих стихах и до конца этой главы он говорит о важности Священного Писания. Он говорит об авторитете Священного Писания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»